Ты приходишь, делаешь что-то, и они думают, вау, такие люди вообще еще есть? Я знаю, что у тебя исполнилась мечта, твоя заветная, можно так сказать, именно в Африке. Можешь поделиться ей, если это не секрет? И мне просто внутри вот так вот все падает, и я понимаю, что я его никогда больше не забуду. Когда в первый раз я увидела, как эти дети, они относятся к еде, ну, мне стало прям очень плохо. Я вышла, подышала минут пять. Всем привет! Меня зовут Людмила, и сегодня у нас в гостях Алена. Алена является пастором домашней группы и служит в группе прославления. А также недавно она ездила с командой на миссию в Африку. И сегодня об этом мы поговорим. Алена, можешь рассказать, как так получилось, что ты оказалась в Африке? Меня пригласил в Африку Сергей Зайков, это основатель благотворительного фонда «Рука помощи». До этого на протяжении нескольких лет я помогала этому фонду. Часто Сергей с Антоном еще брали меня в деревни, мы разводили продукты для малоимущих семей. Также проводили разные мероприятия для особенных деток. Я тоже там все время помогаю, служу этим детям. А Сергей, он постоянно летает в Африку, постоянно помогает. И ему пришло на сердце, что нужно брать молодежь с собой в Африку. И он решил взять меня. И когда он меня пригласил, я очень обрадовалась, очень благодарна Сергею вообще за то, что он меня взял. Для меня это большое чудо, потому что я всегда хотела быть там. То есть ты мечтала об этом, да? Ну, наверное, не было такой конкретной прям мечтательной цели, наверное, такого не было. Но всегда, смотря на фотографии с Африки, я всегда чувствовала желание в сердце, что я хочу быть там, хочу потрогать этих детей, хочу побыть там вообще в этой атмосфере. И поэтому, когда он меня позвал, это правда было чудом. Сергей оплатил основную часть, основную часть Сергея оплатил. И, конечно, для меня это тоже было чудом. Вот. Так я и оказалась в Африке. Ну, это классно, да. А чем вообще занимались там? В Африке мы помогали людям. На самом деле мы были в Африке около месяца. И мы все время, да, мы все время ездили по разным местам. То есть у нас не было одного какого-то места, в которое мы приехали, и все, ему там две недели. Такого у нас не было. Мы побывали в разных местах Африки. Были в разных... В племена ездили. Были в разных городах, в разных деревнях. Вот. Помогали в разных местах. Но основная помощь, конечно, это была помощь продуктами. Мы также закупали материалы для того, чтобы построить дома некоторым семьям. Мы ездили в племя Покот, помогали там. Закупали матрасы, раздавали по этому племени, по этой пустыне. Мы ходили с этими матрасами, приносили их в дома. И люди так сильно радовались этому. Также проводили мероприятия для детей служебные. По воскресеньям, конечно же, служили в церкви, в Африке. Рассказывали людям о Боге. И просто являли эту любовь там. Есть еще такой вопрос. Почему именно Африка? Вот действительно, есть места, здесь у нас деревни, где нужно, в принципе, много помогать. Много людей, которые нуждаются в помощи. Почему все-таки Африка? Ну, я согласна с тем, что помощь нужна абсолютно везде. Но что касается Африки, в Африке помощь нужна особенно. Конечно, фонд и я, и Сергей, и вообще все люди, кто помогают людям, они, конечно, в первую очередь помогают здесь у себя дома. То есть ты служила здесь, да, до этого? Да, конечно. И сейчас тоже помогаю иногда. Тут в городе тоже у нас проходит колоссальная работа помощи людям. Но когда я оказалась в Африке, я поняла, что я уверена, что Африка особо откликается в сердце Бога, потому что там действительно очень много проблем. И для этой страны это считается нормой. То есть для этих городов это считается нормой. Здесь все-таки, несмотря на то, что очень много малоимущих семей, но это еще не норма, то есть все равно государство как-то помогает. В Африке такого нет. В Африке вся надежда именно на людей, которые приезжают из своих стран и помогают там. Ну и я что заметила и увидела, что в России чаще всего малоимущие семьи, проблемные семьи, это из-за алкоголя, из-за зависимости. Дети страдают, родители пьют. В Африке такого нет. В Африке не нужно пить, не нужно быть наркоманом для того, чтобы быть бедным. Там ты просто бедным рождаешься, бедным живешь. Дети не могут ходить в школу. Плюс из-за того, что, например, мы были в племени Пакот, там вообще племя не затронутой от цивилизации, там многоженство, там делают женское обрезание. И люди, женщины рожают каждый год, соответственно, нет никаких финансов для того, чтобы этих детей поднимать, ну, на то же обучение, то есть там люди не учатся, соответственно, не работают. И, ну, конечно, когда ты все это видишь, ты понимаешь то, что, ну, ты должен приехать и ты должен помочь. Здесь, в России, такого нет. Но я думаю, что все равно у каждого в сердце есть призыв к чему-то. Кто-то хочет помогать только старикам, кто-то только детям. Ну, да, и нужно просто, нужно и важно слышать свое сердце. На тот момент это была Африка. Сейчас пока здесь, это какие-то другие, например, это особенные дети. Я очень горю желанием помогать им. Но на тот момент это была Африка, и я, ну, верю и думаю, и мечтаю, чтобы еще туда вернуться. Это классно. Да. Слушай, а в чем ты видишь смысл и вообще силу помощи людям? Я думаю, что в этом есть огромная сила, и главная сила, наверное, это любовь. Вообще, в принципе, каждый человек, кто оказался в какой-то проблеме, не важно, как он жил, какой он, но он заслуживает того, чтобы мы помогли. И я думаю, что когда люди помогают друг другу, в этом очень раскрывается сердце Бога. Аминь. Да, это здорово. Это здорово помогать людям, здорово быть ответом на чьи-то молитвы. Я думаю, что каждый человек, он нуждается в любви. И просто прийти и рассказать, что «Ты все будет хорошо, этого мало». Да. Важно именно сделать что-то, показать человеку, что ты действительно заинтересован в том, чтобы помочь. Особенно сейчас, когда в мире так много несправедливости, боли, вранья, когда люди думают только о себе. Ну, это здорово, приходить к таким людям, которые всегда думали только о себе, и тут у них какая-то проблема, и ты приходишь, делаешь что-то, и они думают, «Вау, такие люди вообще еще есть». Это, мне кажется, зарождает любовь. Я думаю, в этом есть. Ну, я согласна, да, с тобой. Да. Ален, расскажи, была ли у тебя какая-нибудь ситуация, может быть, их было много, что запомнилось тебе больше всего? Где твое сердечко, оно просто растаяло? Может быть, были такие случаи? Был один мальчик в центре для уличных детей. Мы приехали туда уже в конце нашей поездки. Я, если честно, даже не думала, что конкретно это место как-то сильно затронет что-то в моем сердце. Но когда я туда приехала, я поняла, что вот оно, что очень сильно трогает мое сердце. И там был один мальчик, он выглядит, ну, маленьким ребенком. То есть, что меня, в принципе, удивило и поразило, что когда я туда ехала, я думала, что там будут взрослые парни, ну, подростки, там, 16-17 лет, которые какое-то время назад жили на улице и нюхали клей, но сейчас вот их забрали в центр. И этим детям вообще, в принципе, ну, немножко расскажу, что там происходит, чтобы было понятно. Мальчиков берут с улицы. Эти мальчики, они чаще всего уходят из домов, из семей своих. И из-за того, что хотят кушать, но чтобы удалить голод, они покупают клей, самый дешевый, просто его нюхают, чтобы просто чувство голода пропало. И когда я туда приехала, я увидела детей. Я не увидела взрослых каких-то парней, подростков. Почему-то я увидела, в моих глазах они выглядели маленькими мальчиками, и это меня очень зацепило, что я смотрю на него, он стоит, улыбается, и я понимаю, что, ну, там, две недели назад, ну, может быть, месяц назад, он жил на улице, нюхал клей, может быть, грабил кого-то. И это очень сильно затронуло моё сердце, и там был один мальчик. Я очень плохо знаю английский, я вообще его не знаю. И этот мальчик пытался у меня что-то спросить. Вот он прям спрашивал, спрашивал. И я вот так стою, я вообще не понимаю, что он говорит. И с нами была Галя, эта девушка, миссионерка, она служит в Африке уже, наверное, около семи лет, она туда уехала, и там живёт. Конечно, это вообще огромный пример для меня. И я попросила Галю перевести мне этого мальчика. Перевод обычно в Африке мы общались, у нас, получается, был перевод Суахили на английский, и с английского уже на русский. Но кто-то знал английский, ну, из этих мальчиков, из этих вообще людей, кому мы помогали. И этот мальчик был один из тех, кто немножко знает английский. И он спросил меня, Галя меня перевела, он спросил меня, когда ты вернёшься домой, ты будешь меня помнить? И, ну, а я же не знала, что он спрашивает. Я вот так стояла, такая радостная, а потом он это спрашивает у меня, и мне просто внутри вот так вот всё падает, и я понимаю, что я его никогда больше не забуду. И это очень сильно запомнилось мне. Да, возможно, он меня уже 10 раз забыл, но я его запомнила на всю жизнь. Да, это очень интересно на самом деле. Но это было мы в конце поездки. А вот что в начале, может быть, или в середине процесс? Ты же там была около месяца, да? Да, мы были там около месяца, но такое сильное, наверное, потрясение у меня было, когда мы в первый раз были на кормлении детей. Мы приехали в школу, провели там разные конкурсы для детей, то есть какая-то игровая программа была, и потом мы начали кормить детей. И, конечно, когда в первый раз я увидела, как эти дети, они относятся к еде, ну, мне стало прям очень плохо. Я вышла, подышала, минут пять зашла. И даже сейчас, когда я об этом говорю, и когда, в принципе, ну, кому-то рассказываю, вспоминаю. А что не так было? Как они относились? Да, я сейчас расскажу. В общем, ну, когда ты там, тебе кажется, что это нормально, что они там все грязные ходят. Ну, за счет того, что ты в тот момент тоже там с ними, тоже весь грязный, это считается нормой, как бы ты даже не осознаешь, что что-то не так. Но в тот момент, когда я увидела, там куча было детей, школа, куча детей, возраст, ну, наверное, не больше пяти лет. Ну, по крайней мере, мы были в тот момент с такими детьми. И они все с такими, знаешь, пластмассовыми, какими-то полуразбитыми, полугрязными тарелками, вот так вот все встают в кучу. У нас было несколько тазиков огромных, они были на полу, там был рис, курица. Курица, кстати, это вообще деликатес для них. Ну, даже когда мы делали кормление, мы не всегда закупали курицу, но в этот раз мы закупили ее и для детей. Вообще мясо, это, ну, настолько праздник для них. И какой-то подлив из, забыла бы, из фасоли. Там все едят фасоль, я вообще терпеть не могу. И, в общем, в таких все тазиках, это было все на полу. И дети вот так вот в толпу собираются, и все вот с этими тарелками стоят. И женщины, местные, учителя, ну, кто готовил, они начинают все это руками вот в эти тарелки. И дети с таким просто восторгом и страхом в глазах, что им не достанется, забирают эти тарелки, кушают. И там, ну, вот ты смотришь, мы кушали то же самое, что кушали эти дети, и нам наложили, и мы прям против друг друга кушали, напротив друг друга. И ты видишь, что ни один из этих детей не сказал, я такое не ем, я такое не буду, никто там носом не вертел, и все доедали все до последней крошки. То есть они вот руками ели вот этот рис, все просто до чистой, белоснежной тарелки, они все это доедали. И когда мы там кушали, я, ну, съела половину, и я понимаю, что я больше не хочу, в меня больше не лезет. И если бы я была дома, я бы пошла и просто выбросила эту еду, и даже бы вообще, ну, не подумала, что, как бы, хотя часто, да, мы говорим, а дети в Африке голодают, и это какая-то шутка для нас. Ну, да. Но на самом деле, когда ты там, я понимаю, что, как бы, ну, я не могу не доесть, и выкинуть тоже не могу. И я пошла, и с этой тарелки начала раздавать детям, и, ну, как бы, ни у кого из детей в глазах не было такого, что, как бы, ты что, ну, из своей тарелки мне даешь, я такое есть не буду. И, конечно, это жутко тебя впечатляет, и вообще, в принципе, ну, в течение всей поездки я следила за тем, как люди относятся к еде, и... Такие благодарные сердца у них. Да, они кушают, если один раз в день они поели, это считается чудом, и на вот таких кормлениях обычно дети наедаются просто, ну, как бы, потому что они кушают, и они не знают, когда в следующий раз они смогут поесть еще раз. И поэтому, когда ты понимаешь, что, ну, маленький ребенок должен во время еды думать о том, а поем ли я завтра, и поэтому они едят очень много, там у них действительно огромные порции, ну, это немножко прям, я не знаю, очень необычно. Да, это жестко. Да, это жестко, это правда. Это прям сильно на самом деле. Есть такой вопрос, очень интересный на самом деле, считаешь ли ты актуальны такие поездки для молодежи? Имеющие в виду, ну, не просто. Миссионерские в основном больше, да. Я думаю, да, я думаю, это очень здорово. Ну, во-первых, если мы говорим именно о миссионерских поездках, то, конечно, это верующая молодежь, это очень важно, ездить, рассказывать вообще о Боге, даже, ну, для меня, наверное, у меня в сердце больше откликается не рассказывать о Боге, а именно показывать Бога в своих действиях, помочь, накормить, где-то выслушать, то есть в поступках. и, конечно, это очень важно. Мы показываем большой пример детям, которые растут, и показываем большой пример тем людям, кто не думает о других людях, потому что сейчас, на самом деле, я думаю, очень много эгоистов, которые просто живут для себя, и для них, ну, вот я кому рассказывала, для них вообще, в принципе, шок, что я в таком молодом возрасте думаю и трачу свое время на то, чтобы кому-то помочь, и, там, что я согласилась полететь в Африку, для них это немножко, ну, как бы шок, но для меня непонятно, как можно было не поехать, и для меня непонятно, как можно не помочь, когда ты видишь, что нужна помощь, и поэтому, конечно, я считаю это очень важным, потому что, в первую очередь, что-то у тебя внутри меняется, и ты по-другому смотришь на мир. Ну да, здесь я согласна с тобой. Я знаю, что у тебя исполнилась мечта, твоя заветная, можно так сказать, именно в Африке. Можешь поделиться, если это не секрет? Я жутко мечтала увидеть жирафа, может быть, это такая смешная мечта, но это была прям вообще моя самая сильная мечта, я очень мечтала увидеть жирафа, и я всегда хотела увидеть жирафа именно вот близко, я хотела его потрогать, я хотела его погладить, я специально не ходила в зоопарки, где вот у нас в Москве есть жираф в зоопарке, я специально туда никогда не ходила, просто чтобы не увидеть его за клеткой, я хотела именно вот такой личный контакт, и так получилось, что когда мы только прилетели в Африку, мы еще даже не долетели до места, где мы должны были служить, и у нас получилось между самолетами огромная разница, потому что мы не смогли купить билеты, вообще была какая-то такая заморочка с этими билетами, и мы остановились в Найроби, мы должны были, у нас до самолета оставалось, по-моему, часов 7, может быть, даже больше, и нам нужно было что-то делать, и мы узнали, что в Найроби есть центр жирафов, оказалось, что это отель, очень популярный, я думаю, многие про него слышали, я, честно, даже не могла представить, что я когда-то буду в этом отеле, и буду трогать жирафов, ну, мы не снимали, естественно, отель, мы просто приходили в зону, где можно прийти и покормить жирафов, и, в общем, все как-то так получилось, что мы оказались там, в первый же день, когда я была в Африке, то есть перед тем, как пойти служить людям, Бог исполнил мечту вообще в моей жизни, и, да, и мы приехали к жирафам, и я трогала, я их кормила, и для меня это действительно было чудом, потому что когда я, ну, рассказывала всем, что я скоро полечу в Африку, все, кто меня знает, все говорили мне, о, Алёна, ты там увидишь жирафа, и я такая, ну, да, да, сама думала, что, ну, я его увижу, но, скорее всего, это будет, да, в сафари, когда на машинах, это, конечно, тоже очень здорово, и я очень хочу, но все-таки я мечтала именно по-другому, и Бог настолько чудесно исполнил эту мечту, просто в каждых, ну, в каждых мелочах, то есть я их прям трогала, я их гладила, и, ну, я, честно, я мечтала об этом, я знала, что когда-то будет что-то, да, я его увижу, но то, что Бог сделал таким, даже с сюрпризом, можно сказать, что я не ожидала, Он сделал, и все в таких мелочах, что именно в этом отеле, именно трогала, это вообще это чудо, поэтому нужно мечтать, и для Бога действительно нет вообще ничего невозможного. Аминь. Алёна, а ты планируешь еще поехать туда? На самом деле, да, я очень хочу вернуться в Африку, и в моем сердце очень большое желание туда вернуться, поэтому я уверена, что я еще буду там, вот, но на самом деле, когда я была там, я думала, что чтобы приехать в Африку на какое-то долгое время, там, ну, на полгода, на год, люди вообще там по 7 лет живут, ну, миссионеры, я имею в виду, я думала, что нужно в чем-то сильно отчаяться в России и улететь туда, но сейчас, когда я дома, я понимаю, что не нужно ни в чем отчаиваться, просто есть очень сильное желание, и ты туда едешь и служишь там, но я думаю, что чтобы уехать туда на долгое время, не просто, да, на короткую поездку, ну, и вообще, наверное, даже на короткую поездку ты должен точно иметь какое-то откровение от Бога, что ты нужен там, и желание должно быть в сердце быть там, потому что все-таки там очень тяжелые условия для жизни, и вообще там, ну, другая культура, другие люди, и, ну, видеть каждый день вот эту боль, это сложно, поэтому я думаю, что в сердце должен быть большой призыв, но лично я чувствую, что я туда еще вернусь обязательно, очень хочу выучить английский, чтобы понимать хотя бы немножко этих людей, чтобы можно было с ними общаться, ну, слышать их мысли, знать, о чем они думают, но я верю, что я туда еще вернусь, вот. Да, это здорово. Слушай, как я знаю, это не первая твоя миссионерская поездка, расскажи, как повлияли на тебя эти поездки, что вообще изменилось в твоей жизни, и что бы ты посоветовала ребятам, которые думали или вообще, наоборот, не думают вообще о миссионерских поездках, что бы ты посоветовала? Ну, я думаю, что для меня миссионерская поездка куда-то, это не просто поехать и рассказать людям о Боге, но это поехать и помочь чем-то, то есть показать не в словах, а в действии, и я думаю, что... я думаю и я чувствую, что когда ты идешь и помогаешь кому-то, в первую очередь у тебя внутри что-то меняется, то есть казалось бы, да, я поехала в Африку, или тут я там помогаю какому-то особенному ребенку, и казалось бы, я для него делаю что-то, но на самом деле у меня внутри все меняется, я по-другому смотрю на свою жизнь, проблемы, о которых мы думаем в повседневной жизни, они становятся такими незначительными, когда ты понимаешь, как люди живут, какие бывают беды у других людей, если мы говорим про Африку, да, то после того, как я вернулась сюда, я вообще по-другому начала смотреть на, не знаю, даже на фен для волос, для меня это такое чудо, что у нас есть фен для волос, то есть в принципе начинаешь ценить, да, все вот эти мелочи, ты просто осознаешь, что это не обыденность, это не норма, что у тебя есть там телефон, деньги на проезд, еда, ты можешь сходить там в кино, это не норма, это благословение, это чудо, это чудо, что у тебя это есть, и ты должен это ценить, когда ты, ну, когда я общаюсь там с осознанными детьми, выходя после встречи с ними, я наполнена, и я понимаю, что это чудо, что я могу ходить, что я могу говорить, что я могу слышать, думать, и там вот эти вот проблемы там на работе, в учебе, еще где-то, они становятся незначительными, ты просто осознаешь ценность того, что у тебя есть, поэтому все вот эти миссионерские поездки, помощь людям, я просто вдохновляю всех, кто еще хочет, но не делает, просто пойти, начать в чем-то малом что-то делать, потому что это настолько меняет, заряжает тебя внутри, ты просто понимаешь, что твоя жизнь, она не бесполезна, что ты можешь послужить людям, и, ну, как кто-то вот, у меня многие спрашивают, там, ты там вместо того, чтобы пойти где-то поработать, да, в своей сфере, ты идешь и помогаешь, ну, как бы тебе не жалко свое время, но я понимаю, что я настолько больше получаю в этих поездках и в этой помощи, чем бы я получала на работе, там, свои какие-то цели исполняя, поэтому... То есть Бог, он работает над твоим сердцем? Конечно, да, я думаю, что когда я кому-то помогаю и делаю какие-то такие вещи, Бог работает больше даже не с людьми, по кому я это делаю, а со мной, и, ну, ты просто осознаешь, насколько это чудо вообще, быть ответом на чьи-то молитвы, и насколько это чудо, что у тебя есть такая привилегия помочь чем-то, это здорово, вот. Ну, и как говорит Сергей, не нужно быть богатым, чтобы помогать людям, нужно быть добрым, чтобы помогать людям, и это действительно так, потому что, ну, не нужны финансы, чтобы, например, прийти, да, и пообщаться с особенным ребенком. Ему вообще без разницы, сколько ты зарабатываешь, он просто хочет, чтобы ты с ним поговорила. Точно так же в Африке, вот, ты иногда идешь по улице, и люди, ну, так, с осторожностью на тебя смотрят, ну, во-первых, потому что ты белый, как бы ты и так там звезда такая, но иногда вот люди там на тебя так смотрят, и стоит просто им улыбнуться, и люди улыбаются тебе в ответ, и ты понимаешь, что просто улыбкой ты уже кому-то помог, просто ты показал своим лицом, что есть хорошие люди, что есть добро, что добра больше в этой жизни, и что любовь, она сильнее, вот. Ален, спасибо за то, что ты поделилась, на самом деле это очень классно, это очень здорово, что ты открыта на добрые дела, на добрые поступки, то, что ты отвлекаешься и слышишь голос Бога. Мы очень надеемся, что это интервью, оно вдохновило вас на добрые поступки, на добрые дела, и на распространение Божьего Царства на этой земле. Благословения вам!